Агенты безопасности живут среди нас. Это школьники и студенты СУЗов, которые участвуют в необычном одноименном проекте компании ФосАгро, для которой безопасность – одна из основ стратегии развития. Проект агенты безопасности стартовал в прошлом году в Череповце, а в этом не менее успешно в Волхове и Балакове. Главная цель проекта – познакомить ребят с основами безопасного поведения, со службами города и нашего предприятия, которые обеспечивают эту безопасность. В течение полугода ребята получали знания, необходимые настоящим агентам. Сотрудники МЧС, кинологи, полицейские учили их, как обнаружить реальную угрозу и как на нее правильно отреагировать. Безопасность в интернете, на дороге, в быту – вот основные моменты, на которые сделали упор инициаторы проекта. Полученные навыки и опыт участники показали во время большого квеста. Назовите основной способ фиксации следов преступления. Описание в протоколе, составление схемы, фотосъемка и заготовление слепков. Пять команд отправились на выполнение заданий. Ученики 25-й школы, воспитанники Дрозд-Балакова, дети работников Балаковского филиала АО «Апатит», студенты двух Балаковских колледжей. Им предстояло пройти несколько станций и на каждой найти правильные ответы, иначе на следующий этап не попадешь. Одна ошибка – это весь неправильный вариант ответа, но мы все равно смогли это разгадать. Стрельба в тире, основы криминалистики, правила дорожного движения, информационная безопасность, действия при пожаре. Такие станции ждали ребят в ходе квеста. Отвечаешь и действуешь быстро, получаешь дополнительные вопросы, с помощью которых можно заработать баллы. И тут каждая команда по-своему шла к финишу. Ученики 25-й школы, к примеру, выработали безошибочную тактику, которая помогла им оторваться от соперников. Мы с командой делились на какие-то определенные мини-группы, чтобы большую задачу, грубо говоря, атаковать с разных сторон. И мы постоянно большие задачи просто решали помаленьким. Именно такой подход позволил команде стать лидером. Отрыв от второго места составило несколько десятков очков. Вот они – настоящие агенты безопасности 2022. После квеста ребята делились впечатлениями, какие задания им показались сложными, а с какими они справились легко. Финальное задание, когда уже оставалось только просто пробежать везде и угадать задание, которое висело уже в спортзале, это было, я считаю, самое легкое. А самое сложное – кибербезопасность, потому что там было больше всего таких тяжелых вопросов, на которые было стоило подзадуматься. Самым сложным для всех ребят был тир, но стрелял я, и мне все понравилось. Я смог пострелять нормально. А еще сложно было в криминалистике, когда нужно было выводить от четки пальцев. Это тоже достаточно тяжело. В следующем году проект агента безопасности продолжится уже в других образовательных учреждениях Балакова, чтобы охватить как можно больше школьников. Продолжение следует...